Чистим зубы дважды в день, щетку ставим сначала на верхнюю челюсть, проворачивая руку, либо целиком двигая руку от верха вниз. Сначала чистим 2,5 зуба с одной стороны, медленно продвигаясь от одного зуба к другому, 2,5 зуба и так далее, всю наружную поверхность. Дальше внутреннюю поверхность, либо ставим щетку плоскостью, либо перпендикулярно, и тогда чистим каждый зуб в отдельности по 10 движений. Дальше тут поверхность, в которой мы живем, здесь возможно произвольное движение. На нижней челюсти мы чистим зубы от десны, проворачивая щетку, начиная с самого последнего зуба, 10 движений с наружной стороны, 10 движений с внутренней стороны и потом ту поверхность, в которой мы живем. Дальше вы берете ершик. Ершик у нас чистит по типу зубочистки. Мы входим в каждый межзубной промежуток. Ершик появляется с внутренней поверхности. Нет задачи там тереть, просто зашли-вышли, 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 зашли-вышли. Так, все зубы на нижней челюсти и на верхней челюсти. Если ершик большой и он не проходит, для чего мне нужны были, чтобы вы с собой понесли? Чтобы померить. То, если есть какие-то резко болезни и ощущения, то эту зону мы обходим и мне потом об этом говорим. Дальше берем ирригатор. Ирригатор это такой бронзбот с водой. Там есть ручка. Набрали воды, ставим в межзубной промежуток, нажимаем на кнопку и медленно, передвигаясь одного зуба к другому, промываем каждый межзубной промежуток водой. Достаточно воды, больше ничего не нужно. Ну и... Ирригатор это отдельно покупать? Да, ирригатор это отдельно. Здесь он указан. И дальше у вас на месяц будет локалут-актив, на 5 дней ротовые ванночки с раствором мирамистина, но он нам понадобится после керетажа. Метрогил вы пока меняете на холеса. Как его использовать? Сначала мы чистим зубы с пастой и усовсенителями приспособлениями. Дальше набираем мирамистин в рот, подержали. 40 мл, 1 минуту, выплюнули. Дальше нанесли холеса на десну верхней и нижней челюсти, посидели так около минуты и прополоскали рот ванночки.